А герб не харам? Валлаху алям, братья. Я не знаю, это пусть по поводу этого герба сделают какое-то заключение более знающее. Я от себя не буду эти вещи говорить, потому что... Как ты относишься к конфликту Кыргызстана и Таджикистана? Так как братья по вере проливают кровь друг друга. Вы слушаете, я получил несколько роликов, там такая жесть. И вообще они никак не были снабжены какими-либо комментариями. То есть я не знаю даже, где это происходит, но однозначно там видно, что таджикские номера на машинах и язык, насколько я могу судить, он таджикский. Но он явно не кыргизский, точнее, не юргский язык. И там прям тела как бы очень много жертв, возрушений, там стрельба идет. И, по крайней мере, на тех каналах, на которые я подписан, особо какого-то освещения этих событий нет. Там, где даже что-то пишется в каких-то, знаете, таких общих каких-то чертах, там что-то, что-то там обострение и все. Поэтому, на самом деле, у меня нет какой-либо информации по этому поводу. То, что я видел, это реально очень сильно огорчает. Причем это все происходило на фоне вот этого саммита ШОС, который проходил в Узбекистане, в Самарканде. И я, в общем, я не знаю, как это комментировать, что по этому поводу сказать. Я даже не знаю, на самом деле эти кадры, они свежие или это, может, это какие-то старые кадры. То есть, я, к сожалению, не обладаю информацией по этому поводу. Салам Тумсо, таджики напали вероломным образом в разрез всем договорам. 140 тысяч граждан Кыргызстана эвакуированы, десятки убитых, сотни раненых. Вторая агрессия за два года. Скажи слова поддержки. Вала, братья, я, как я сказал, я не в курсе того, что происходит, поэтому я не буду ничего на эту тему говорить. Как ты понимаешь, просто доверившись твоим словам, я не могу сейчас что-то озвучивать, какую-то позицию. Поэтому, если я буду в теме и посчитаю нужным что-то на эту тему высказать, то я, конечно, начала выскажусь. Но пока я ничего сказать не могу. Немецкий солдат, ты свинья кафыровская и твои рабы. Не представляете, какую ношу взяли на себя своими языками. Дай, Всевышний Аллах, чтобы вы купались в адских волнах. Дай, Аллах, чтобы вас на части рвали демоны. Аминь. Я надеюсь, это было дуа против Кадырова и его последователей. Хотел поделиться новостью с Качаево-Черкесской республикой. У нас в Черкесске была недостроена мечеть, и Кадыров сказал, мол, достроят ее, если потом ее назовут в честь его отца. После этого сами достроили. Красавчики. Правильно сделали. Видел сын Кадырова? Он оказался в Чечении. Почему на него наврал, что он в Дубае? Он оказался в Грозном, на поле боя. Да еще он грозит миру, что все бургеры будут у него починить. Видел паспорта заложников ингушей. Один из них родился в Казахстане, то есть уже после высылки. Но вопреки тому, что его семью депортировали, он пришел воевать за оккупантов. Взрыв мозга. А что тут удивляться? По-моему, эти вещи уже давно перестали быть чем-то удивительным. Те, кто сейчас там воюют, они либо потомки тех, кто был выслан. У нас все были высланы. И все мы сейчас это либо мы потомки тех, кто выслан был, либо те, кто родились там в высылке, либо те, кто был выслан. До сих пор живы еще те люди, которые были высланы. Так что тут, ну, чему-то удивляться. Как думаете, возможно ли новая война в регионе между персами и азербайджанцами? Персы начали стягивать большие войска после наступления Азербайджана на область Армении. Я не буду на этот счет от себя ничего говорить. Я не знаю. У меня нет, правда, этой информации, но я не знаю. А что такого стремного в референдуме? Это же выбор, в которых люди делают выбор. Да мы здесь не говорим, стрёмно это или не стрёмно. Мы говорим, что, в принципе, такого условия не было в том договоре. Но даже если он был, то есть даже если мы с этим соглашаемся, то сам иллюзионист заряжает, что пять лет, якобы, в течение пяти лет мы должны были это спросить у народа, но так и не спросили. Но так пять лет и не прошло. Через два года к нам вторглась российская армия. Какие к нам претензии тогда? Почему у чеченцев в Украине ни у кого нет флага мусульман? Как нет? Я вообще не знаю там никаких чеченцев, которые бы не под мусульманским флагом были. Все они, все группы наши, они под нашим чеченским флагом, под флагом нашим государственным. Я надеюсь, у тебя нет сомнений в том, что наш народ в целом он мусульманский, наше государство оно исламское. Поэтому, если ты в этом как бы сомневаешься, тогда мне тебе сказать нечего. А так, конечно, они все, при всем, какие бы там у нас внутренние не были отношения, но все они под нашим государственным флагом. В том, что в флаге Ичкерии есть изображение волка, это не храм. На флаге Ичкерии нет изображения волка, братья. Волк это герб. Его отдельно наносят на наш флаг, но он не является частью нашего флага. Это не путайте эти вещи. А того, что ты туда нанес там, или что-то ты сверху на флаге написал, это не становится частью государственного знамени. Наше государственное знамя, наш флаг, это зеленый, белый, красный, ну зеленое полотно и бело-красно-белые полоски. Две белые и посередине красная полоска. Это наш государственный флаг. А то, что туда уже наносит кто-то, допустим, отдельно наш герб, ну это он просто таким образом хочет украсить, или он хочет собрать воедино там два символа. Но частью флага этот символ не является, герб не является. А герб не храм, волог алям, братья. Я не знаю это, пусть по поводу этого герба сделают какое-то заключение более знающее. Я от себя не буду эти вещи говорить, потому что изображение живых существ, мы знаем, что изображение животных, живых существ, это вещи, как бы, ислам их не запрещает, можно даже, не то, что не приветствует, запрещает. Однако мы также знаем, что у того же Салахуддина аль-Айуби на его знамени был орел. Поэтому это вопрос, который, понятно, что не Салахуддин аль-Айуби, никто другой не является доводом, а Далилом, Далилом является только священный текст. Но я не хочу от себя делать какие-то заключения на этот счет. Поэтому я считаю, что пусть это сделают знающие. И для меня лично не проблема, если что-то противоречит исламу, это должно быть убрано. Вообще нет. То есть я не тот человек, который будет цепляться за какие-то символы. Если они противоречат, их нужно просто убрать. Но это нужно делать, конечно, по правилам. Я не могу ничего из этого убрать. Для этого есть соответствующая процедура. Скажи пару слов про Амину Гириханову. Абайфонд опубликовал информацию, что после перевода ее в депортационный лагерь, ее там содержат в ужасных условиях, в какой-то комнате, где тараканы, мыши. И столько испытаний на эту девушку выпало. Иншалла, у всего этого будет благой конец. К сожалению, мы здесь сталкиваемся со всеми этими проявлениями. Хоть вроде как ничего подобного происходить не должно. По правилам, по закону, по конвенции. Но по факту это все, к сожалению, происходит. И единственное, что мы можем, как мы можем этому противостоять, это любые какие-то правовые механизмы противоборства. Конечно, мы должны это использовать. Но ассортимент у нас, к сожалению, очень слабый, маленький. И, к сожалению, в большинстве случаев он просто ими игнорируется. Вот этими властями, власть имущими. К сожалению, они очень легко все через все это переступают. Но, иншаллах, у этого всего будет благой конец. Субтитры создавал DimaTorzok